Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Мы озвучиваем Новый Завет, у нас трехтомик. Вот какое он. С толкованием. Вместе с откровением. Сейчас у нас Евангелие от Иоанна идет. И здесь же у нас в черточке, это картины. Гестава Дарре. 280 иллюстраций. И номер второй. Евангелие от Иоанна 1.19.20 И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И толкование блаженного Феофилакта. Высший евангелист сказал, что Иоанн свидетельствует о нем. Потом ставил, что засвидетельствовал Иоанна Христе. Именно, что он стал впереди меня, и что все мы, пророки, приняли от полноты его. Иудеи послали к Иоанну людей, по их мнению, лучших. Именно, священников и левитов, и при том, иерусалимлян, с тем, чтобы они, как умнейшие других, ласкою убедили Иоанна объявить самого себя за Христа. Смотри на уклончивость. Не спрашивают прямо, Христос ли ты? Ну, кто ты? А он, видя их лукавство, не говорит, кто он, а объявляет, что я не Христос, имея я в виду цели, и всячески привлекая их к вере, что Христос есть иной. Тот, ибо находя, что тот, кого они считали достоверным, свидетельствует в пользу Христа и чести его не присвояет себе. Иоанна 1, 23, 21, 23. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Исаия 40, стих 3. Толкование. На основании древнего предания ожидали пришествия Ильи. Посему спрашивают Иоанна, не Илья ли он, так как и жизнь его была подобна жизни Ильи Ильиной, но он отрекся и от всего. Ты тот пророк? Он отрекся и от всего, хотя был пророк. Как же отрекается? Почему? Потому что не спрашивали его, ты пророк? Но сделали вопрос, ты тот пророк? Тот пророк, которого ожидает, о котором Моисей сказал, что Господь Бог восставит вам пророка. Второзаконие 18, 15. Итак, Иоанн отрекся не от того, что он пророк, а от того, что он тот пророк, которого ожидают. А как они знали слова Моисея о том, что восстанет пророк, то и надеялись, что когда-нибудь явится пророк. Потом опять настойчиво спрашивают, скажи же нам, кто ты? Тогда отвечает им, я глаз вопиющего пустыни. Я, говорит, тот, о котором написано, глаз вопиющего пустыни, Исайя 43. Ибо если не прибавить слов, о котором написано, то сочетание слов представится странным. Что же вопиющего? Исправьте путь к Господу. Я, говорит, раб, и приготовляю сердца ваши для Господа. Итак, вы, лукавые и хитрые, исправьте их и уравняйте так, чтобы через вас был путь для Господа, Христа. Потом приводит свидетелям Исайю. Сказав великое Христе, что он Господь, а о себе, что он исполняет дело раба и глашатая, прибегает пророку. Быть может, слова «Я глаз вопиющего» кто-нибудь объяснит так «Я голос Христа вопиющего», то есть ясно возвещающего истину. Ибо все вестники законы негромогласны, так как не пришло еще время истины Евангелия. И слабый голос Моисея подлинно указывал на невнятность и неясность закона. А Христос, как самосущая истина и всем нам возвестившим Христе об Отце есть вопиющий. Итак, Иоанн говорит «Я голос слова вопиющего, живущего в пустыне». Потом другое начало «Исправьте путь Господу». Иоанн, как претеща Христа, справедливо называется голосом, потому что и голос предшествует Слову. Иоанн 1, 24-25. «Апосланные были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Толкование. После того, как не могли увлечь Иоанна ласкательством, чтобы он сказал, чего им желалось, и самого себя объявил Христом, застращивая его очень строгими и грозными речами, говоря, «Что же ты крестишь? Кто дал тебе такую власть?» И все речи же видно, что они иными считали Христа, и иным ожидаемого пророка. Ибо говорят, «Если ты не Христос, не тот пророк, очевидно, разумеет, что иной Христос, и иной тот пророк, худо они знают, ибо пророк тот есть самый Христос и Бог наш, и так прокляты те, которые принимают крестителя, а после крещения не признают его. Подлинно иудеи по рождению Ехинины Иоанна 1, 26, 27 Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его толкования. Я крещу крещением несовершенным, ибо крещу в одной только воде, не имеющей прощения грехов, но приготовительным к принятию крещения духовного, дарующего прощение грехов. Стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Господь соединился с народом, и потому не знали, кто он и откуда. Стал впереди меня, то есть почтение, соловнее меня, и настолько, что я не считаю себя и между последними его рабами. Ибо развязывать обувь – дело последнего служения. Обувью означается и явление к нам Господа. Ремнем ее – способ воплощения и того, как Слово Божие соединилось с телом. Способ сей невозможно разрешить, ибо кто может объяснить, как Бог соединился с телом? Иоанна 1, 28. Это происходило в Вифафаре, при Иордане, где крестил Иоанн. Толкование. Для чего евангелист сказал, что все происходило в Вифании? Для того, чтобы показать смелость великого проповедника, что он проповедовал так о Христе не в дому, не в углу, но при Иордане, среди множества народа. Нужно, впрочем, знать, что в исправнейших списках стоит в Вифаваре, ибо Вифане находится не по ту сторону Иордана, а близ Иерусалима. Иоанн 1, 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Толкование. Тот, кто настолько чист, что берет на себя и истребляет грехи прочих, очевидно, не мог принять крещение исповедания покаяния наравне с прочими. Исследуй, прошу тебя, и сие выражение «Вот Агнец Божий». Слово это относится к тем, кои желают видеть Агнеца, о котором возвещает Исайя. 53, 7, 8. Он не сказал просто «Агнец», но тот Агнец. Так как Агнецев много, как и Христов много, но Он есть тот Агнец, которого прообраз указан у Моисея. Исход 12 глава. И, о котором возвещает Исайя. 53 глава. «Христос называется Агнецем Божиим, или потому, что Бог отдал Его за нас на смерть, или потому, что Бог принял смерть Христа за наше спасение». Не сказал Иоанн «Взял грех», но берет, потому что Он каждый день берет на себя грехи наши. Одни через крещение, другие через покаяние. Агнецы, которых заколали в Ветхом Завете, не уничтожали совершенно ни одного греха. Но сей Агнец берет на себя грех всего мира, то есть истребляет, изглаживает. Почему не сказал Иоанн «Грехи», но «Грех»? Может быть и потому, что, сказав грех, Он сказал вообще о всех грехах. Как мы обыкновенно говорим, человек отпал от Бога вместо всего человечества. Так и здесь, сказав грех, обозначил все грехи. А может быть и потому, что грех мира состоял в непослушании, так как человек не издринулся в страсти через неповиновение Богу. А Господь изгладил это непослушание, быв послушлив до смерти и уврачевав противное противным. Иоанн 1.30 «Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Перестом указывает его и объявляет незнающим, говоря, «Сей есть тот, о котором я свидетельствовал перед фарисеями, что он первенствует предо мною, то есть превосходит меня достоинством и честью. Он есть муж всякой души и жених церкви. Ибо апостол Павел говорит, «Я обручил вас, чтобы представить единому мужу, именно Христу». 2 Коринфянам 11.2 «Так и предтеча говорит, «Я только друг женихов и посредник, а муж идет за мною. Я привлекаю души к вере во Христа, а он есть муж, который соединится с ними». Иоанн 1.31-34 «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «Но кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Толкование «Так как притеча была родственник Господу, ибо ангел говорит, «Деве, вот Елизавета, родственница твоя, зачала». Лука 1.36 То, чтобы кто не подумал, что притеча благоприятствует Господу и дает о нем такое высокое свидетельство по родству с ним, он часто говорит, «Я пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю, то есть, чтобы все могли прийти к вере в него, и он был явлен народу. Для того я крещу, ибо когда я крещу, народ стекается, а когда народ собирается, то и я объявляю ему о Христе в проповеди моей, и сам он, будучи на виду, является присутствующим. Ибо если бы люди не приходили для крещения, как бы Иоанн явил им Господа? Не стал же бы он ходить по домам и, водя за руку Христа, указывать на него всякому? По стему и говорит, «Я для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был мною людям, приходящим для крещения. Отсюда же узнаем, что чудеса, приписываемые Христу в отрочестве, ложны и сложены теми, кои хотели осмеять таинство. Ибо если бы они были истинны, то как не знали бы Господа, совершавшего Он и я? По крайней мере, неестественно, чтобы о таком чудотворце не было всюду разглашено. Ибо прежде крещения Господь ни чудес не творил, ни пользовался известностью. «Я, — говорит, — и не знал Его, но Отец открыл мне Его в крещении». Но спросит иной, «Если Иоанн не знал Его, как же Евангелист Матфей 3.14 говорит, что Он удерживал Его и говорил, «Мне надо накреститься от Тебя?» На сей можно ответить и то, что слова «не знал Его», нужно понимать так, что задолго вперед и до крещения Иоанн не знал Его, но тогда во время крещения узнал Его. Или можно и иначе отвечать. Хотя Иоанн знал об Иисусе, что Он Христос, но что Он будет крестить Духом Святым, сие тогда узнал, когда увидел Духа, сходящего на Него. Итак, словами «Я не знал Его» Иоанн дает разуметь, что Он хотя не знал, что Он будет крестить Духом Святым, но знал, что Он превосходнее многих, посему, зная, наверное, что Он больше всех, Иоанн, по словам Евангелиста Матфея, удерживал Его. Но когда не сшел Дух, то Он еще яснее узнал Его и прочим проповедовал о нем. А Дух явился всем присутствующим, а не Иоанну только. Почему же, скажут, иной не уверовали? Потому что неразумное сердце их омрачилось так, что они, видя Его, и чудодействующим не уверовали. Некоторые же говорят, что Духа не все видели, а только благоговейнейшие. Ибо хотя Дух не сшел и чувственно, но Ему прилично явиться не всем, а достойным, так как и пророки, например, Даниил, и Езекииль, хотя многое видели в чувственном виде, однако же никто другой не видел того. Дальше. И я видел, и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Где же Иоанн свидетельствовал об Иисусе, что Он есть Сын Божий? Этого нигде не написано. Агнецем Он называет, а Сыном Божиим нигде. Отсюда, естественно, попредполагать, что и очень многое другое оставлено апостолами без записи, ибо не все записано. Иоанн 1.35-37 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников Его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий, услышавший от Него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Толкование. По причине легкомыслия слушателей Иоанн принужден повторять одно и то же, чтобы, по крайней мере, непрерывным свидетельством произвести что-нибудь. И не обманулся, но привел двух учеников ко Христу. Будучи истинным невестоводителем, Он делал все для того, чтобы природу человеческую привезть к ее жениху. Посему и Христос, как жених, молчит, а все возглашает посредник. И Господь, как жених, приходит к народу. На браках обыкновенно не невеста приходит к жениху, но жених к невесте. Хотя бы он был и царский сын, так и Господь, желая уневестить себе природу нашу, сам сошел к ней на землю. И, когда брак совершился, взял ее с собою, когда вознесся в дом отца своего. Иоанна 1, 38-39. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, рови, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Толкование. Евангелист Матфей, рассказав о крещении Господа, тотчас возводит его на гору для искушения. А настоящий Евангелист, опустив сказанное Матфеем, повествует о случившемся по сошествии Господа с горы. Итак, ученики Иоанновы следуют за Христом и идут к Нему после того, как Он сошел с горы и вынес искушение. Никому не нужно вступать в звание Учителя, прежде чем Он зайдет на высоту Добродетеля, ибо сие означается горою. Победит всякое искушение и будет иметь знак торжества над Искусителем. Вероятно, они стыдились и боялись Иисуса после свидетельства Иоаннова, что Он выше человека. А ты, прошу тебя, подивись их благоразумие. Они не только пошли вслед за Иисусом, но и называют Его Рави, что значит Учитель, и при том тогда, как еще ничего не слышали от Него. Впрочем, желают чему-нибудь научиться от Него наедине, а не спрашивать Его, где живешь, ибо в тишине удобнее и говорить, и слышать. Господь не сказывает им признаков дома, но говорит, пойдите и увидите. Поступая так для того, чтобы еще более привлечь их последованию, а вместе и обнаружить силу их желания, а вместе в том случае, если они не затруднятся дорогою. Ибо если бы они пошли за Иисусом с чувством холодным, то не решились бы идти до дому. Каким образом, согласитесь, то, что Христос здесь представляется имеющий дом, а в другом месте говорится, что Сын человеческий не имеет, где голову преклонить. Лука 9, 58. А одно другому не противоречит. Ибо, когда говорит, что не имеет, где голову преклонить, говорит не то, чтобы не имел решительно никакого пристанища, но что не имел собственного. Итак, если он жил и в доме, то жил не в своем доме, но в чужом. Евангелист замечает о времени, что было около десятого часа. Не без цели, но для того, чтобы и учителей, и учеников научить не откладывать своего дела до другого времени. Учитель не должен откладывать и говорить, сегодня поздно, научишься завтра, а ученик должен всякое время признавать годным для учения, а не откладывать слушание до завтра. И то узнаем, что ученики так были умерены и трезвы, что употребляли на слушание такое время, которое другие проводят в успокоении тела, будучи обременены яствами и став неспособны к занятию важным делом. Истые ученики Иоанна Постника приметь, пожалуй, и то, что Иисус обращается к идущим за ним и показывает им свое лицо, «Ибо если не пойдешь вслед за Иисусом свою добрую деятельностью, то не достигнешь созерцания лица Господня, то есть не достигнешь просвещения божественным знанием. Ибо свет есть дом Христов, как сказано, обитает в неприступном свете». 1 Тимофей 6-16 «И как просветиться знанием тот, кто не очистил себя и не идет путем очищения» Иоанна 1-40-42 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос», «И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Толкование «Евангелист сообщает нам об имени Андрея, а об имени другого умалчивает. Некоторые говорят, что другой был сам Иоанн, пишущий сие, а иные говорят, что он был из незнатных, притом от знания имени не бы пользы». Об Андрею упомянуто так потому, что он был из знатных, так и потому, что он привел своего брата. Посмотри, пожалуй, на любовь его к брату. Как он не скрыл от брата оное благо, но сообщает ему о сокровище и с большой радостью говорит, «Мы нашли». Вероятно, они сильно желали и много занимались исканием Мессии. И не просто говорит Мессию, но с артиклем оного, Мессию, того самого, который есть поистине Христос. Ибо, хотя многие назывались помазанниками и сынами Божьими, но ожидаемый ими был один. Андрей привел Симона к Иисусу не потому, будто Симон был легкомыслен и увлекался всякой речью, но потому, что он был очень быстр и горяч и удобно принял речи, которые брат передал ему о Христе. начинает себя открывать ему пророчеством об нем. Так как пророчество убеждает людей не менее, чем и чудеса, если еще не более, то Господь пророчествует о Петре. Ты, говорит Симон, сын Ионин, потом открывает и будущее, ты наречешься Кифа. Высказав настоящее, через то удостоверяет и в будущем. Впрочем, не сказал «Я тебя приименую Петром, но ты наречешься», ибо сначала он не хотел обнаружить всю свою власть, так как еще не имели твердой веры в него. Для чего же Господь прозывает Симона Петром, а основ Завидеевых, Громовыми? Для того, чтобы показать, что Ветхий Завет дал тот же, кто и ныне переменяет имена, как тогда назвал Авраама Авраамом и Сару Сарою в Бытие 17.5 и 15. Зная то, что Симон значит послушание, а Иона голубь. Итак, послушание рождается от кротости, которая обозначается голубем, а кто имеет послушание, то становится и Петром, через послушание достигает твердости в добре. Иоанн 1.43-45 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит и Нафанаила и говорит ему «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса сына Иосифова из Назарета». Толкование «Речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к Нему. Как и Клиопа со спутником говорят «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге» Лука 24.32 Так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как увидел его, тотчас убедился и говорит «Мы нашли Иисуса», а это показывает, что он искал его. Сей город был небольшой и приличнее мог быть назван деревней, посему и нужно удивляться силе Христовой, что он лучших учеников избирал из среды не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его Назарианином, хотя он собственно был Вифлеемлянин, потому что он родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называет его Назарианином, как воспитавшегося в Назарете. Иоанн 1.46-48 Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди посмотри. Иисус увидев идущего к нему Нафанаила говорит о нем, вот подлинно израильтянин, которым нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Толкование. Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писания, что Христос должен прийти из Ефлиема, и потому говорит, из Назарета, может ли быть что доброе? Филипп говорит, пойди посмотри, зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает его речей. Христос хвалит нас Нафанаила, как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его. Ибо слова его происходили не от неверия, а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлиема. Господь всказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа. То, что было говорено и сделано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не было под смоковницей. Однако же Христос и не быв там, знал все, почему говорит, я видел тебя, как ты был под смоковницей. Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о смоковнице и о прочем, о чем он говорил с Нафанаилом. Иоанна 1,49-51 Нафанаил отвечает ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому. Толкование Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере. Его сила более, чем сила чудес, ибо чудеса могут быть представлены призрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Посему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и то, что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедал его истинным Богом, то не называл бы его царем Израиля, но царем всего мира. За сие он и не облажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению, достойному его божества, говорит, будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих на Сына человеческого. Принимай, говорит, меня не за простого человека, но за владыку ангелов, ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при распятии и при вознесении, ибо, как повествует Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при вознесении. Лука 22, 43, 24, 43, деяния 1.10.